Добрый вечер, на Щелковском телевидении, диалог о православии. Я есмь, пастырь добрый. Пастырь добрый полагает свою жизнь за овец. Говорит Господь наш Иисус Христос о себе. Какой же Он, наш Бог, и может ли быть доброта строгой? Сегодня мы об этом поговорим. Отец именин, добрый вечер. В представлениях людей абсолютно разный наш Господь. На Западе одно представление, в России у нас другое. Какой же Он, Бог наш? На самом деле это очень, вопрос такой глубокий. И масса богословов разбирала, так сказать, даже в богословии есть несколько разделов. То есть слов, сказанных о Боге. И, конечно же, основой всех этих размышлений, человеческих размышлений о Боге, является откровение. Божие – это священное писание, ветхозаветное, новозаветное. И там мы черпаем знания о Боге. Но, повторюсь, это всего лишь знание. Опознать Бога разумом невозможно, так как Он есть существо бесконечное, безграничное. И Его проявлений в этом мире и различных даров и качеств бесчисленные множества. Поэтому мы можем лишь основные из них, которые нам Сам Господь открыл в земной своей жизни, через Евангелие, через Ветхий Завет, их можем только узнать и попытаться понять своим человеческим разумом. Но, повторюсь, это знание и понимание – это всего лишь часть того пути, который оканчивается всегда лишь познанием Бога через то, что мы начинаем с Ним жить, что Господь в нас вселяется. И только тогда мы можем Его познать. По-другому – истинно познать. По-другому – это невозможно. Повторюсь, разум наш несовершенен. Мало того, он еще и искривлен человеческими различными измышлениями, фантазиями и штампами. И это, конечно же, все нас совершенно отодвигает от понимания Божьей природы, естества божественного. Но, конечно же, мы для того и созданы в этом мире для того, чтобы познавать и приближаться к Богу. Причем здесь мы только начинаем этот путь. А после нашего перехода в вечность мы этот путь продолжаем уже в вечности. Здесь мы временно встаем на этот путь и начинаем с Господом собеседование для Его познания. А дальше уже это собеседование продлевается в течение всей вечности. Поэтому, конечно, мы не можем от этого, так сказать, отойти, потому что сам Господь нашу природу создал по своему образу подобию. И основной целью нашей жизни является именно возвращение к этому нашему природному и естественному началу, заложенному Господом. То есть той природе, с которой мы, к сожалению, все время отвращаясь, отходим, ссылаясь на различные моменты немощи, слабости и прочее. Но это наша природа, заложенная Господом у нас. И познавая Бога, мы, как это ни странно звучит, познаем себя. И наоборот, познавая себя, мы познаем Бога. То есть в этом вот такая удивительная премудрость Божия, заложенная в нашей жизни, которой мы все призваны. Ну, для того, чтобы было, наверное, более понятно, мы можем, наверное, на людях привести пример, то есть святые отцы, преподобные, которые уподобились Господу, да, и преподобный Сергий Радонежский. И в наше время, да, есть такие старцы. То есть по тем людям, которые приближаются к Богу, мы, наверное, можем качество Бога немножко вот таким образом узнавать, да. И вот как в Евангелии написано первое, да, что Бог есть любовь. Конечно же, самый такой, ну, как бы сказать, для детей вот подход, это нас всех и учили в школе, и в детском саду. Сначала мы познаем внешние проявления Божественной природы, потом только приходим к внутренним. Так и здесь мы смотрим, как Господь себя показал миру и людям. И здесь можно привести не только слова преподобных и их жизнь во Христе, а именно жизнь во Христе мы можем познать Бога. Но мы читаем слова евангельские. Бог есть любовь, это апостол Иоанн Богослов сказал. И, конечно же, мы от этого исходя будем разбирать дальнейшие различные поведения в различных ситуациях и Господа, а значит и нас. Потому что мы только во Христе можем к Нему приблизиться. То есть мы веруем в Пресвятую Троицу, да, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Но познать мы можем, да, через Господа Иисуса Христа, через Бога Сына. Да, для нас открыто это естество Божественной Троицы в день крещения Господа Иисуса Христа, Сына Божия, второй апостаси. В этот же день, в этот же момент, когда Господь Иисус Христос стоял в водах Иорданских, Бог Отец с неба сказал, это Сын Мой возлюбленный, Его слушайте, в Нем Мое благоволение. Это первое лицо Святой Троицы, Бог Отец так себя проявил, Бог Сын, Его все видели телесными глазами. А Дух Святой в этот же момент сошел на Его главу в виде голубя. Таким образом, мы первое, что познаем о Боге из Священного Писания, что Он троичен. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Естественно, предположить, что если мы созданы по образу и подобию Божию, то эта троичность и в нашем естестве заложена как бы такой образ божественной природы. Ну и, соответственно, здесь можно привести такое размышление, в том числе и святых отцов, что Бог Отец – это, конечно же, премудрость, тот, кто промыслил весь этот век и век вечный, и сотворил весь мир, мудрость есть и в человеке, разум – это такой образ Бога Отца в человеческом естестве, в человеческой природе. Бог Слово, естественно, Бог Сын есть Слово, через которое Бог Отец сотворил этот мир. И мы также имеем словесную природу, отличающую нас от всех других творений, от природы, от животных, от растений. Больше нет ни у кого, кроме ангельских щенов, естественно, словесной природы. В нас это тоже есть. Словесное начало, Бог Слово у нас отразился возможностью нашей образовывать речь, слова и восхвалять, в том числе и Господа. И третье – это Дух Святой, и в нас Дух также живет, мы Духом живимся, как сказано в Священном Писании, и без Духа Божьего мы даже и вздохнуть-то не сможем, и секунды прожить не сможем. То есть все три ипостаси в нас отображены, и без них мы не можем быть людьми. Если мы что-либо из этого теряем, то мы уже не люди. Если человек теряет человеческий облик, то он уже, так сказать, устремляется к животному миру или еще хуже – к падшим ангелам. Поэтому здесь мы видим такой, опять же, для более глубокого познания божественного естества, Бог в нас это заложил, в нашей же природе. То есть мы, познавая свою природу, познаем божественную природу. Ну и, конечно же, любовь Божия, она видна во всем евангельском повествовании, потому что Бог пришел в этот мир не для того, чтобы наказать, не для того, чтобы просто проповедовать, не для того, чтобы указать людям на их ошибки, на их грехи, и произвести над ними суд праведный, совершенно, так сказать, обоснованный суд, справедливый. Нет, он пришел не для этого, он сам сказал, я пришел не судить, а спасти грех, грешников. И даже есть такая фраза, не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. То есть в этом не есть ли любовь. Потом мы видим в евангельском тексте, как многим людям Господь помогает в их скорбях и теснотах житейских, будь то бесноватые, которых он без числа исцелял, изгоняя из них бесов, будь то расслабленные, немощные, больные, кровоточивые, скрюченные и прочие больные люди, в том числе и такими неизлечимыми болезнями, болеющие, как проказа, тоже без числа были исцелены Богом. Это не любовь к ним. Да даже воскресение людей, сына Наинской вдовы или Лазаря четверодневного, или девицы, или сына сотника. То есть мы видим во всех этих моментах, что Господь везде и всюду, ну вот как солнце, оно не может не сиять, не может не изливать свет и тепло на нас. Так и Господь, Он не может не изливать на нас любовь свою. И когда Он здесь был в этом мире, в телесном, так сказать, облике облечен, Он и здесь это изливал на всех, кто к Нему прикасался. Достаточно было прикоснуться к Его одежде, чтобы, с верой, конечно, чтобы исцелиться. Потому что те, кто не веровали, они Его гнали и, так сказать, клеветали, даже убили Его. Но, естественно, не могли воспользоваться этой любовью, потому что они ее отторгали от себя своим же внутренним устроением, злобленностью, клеветой и гордостью. Но те, кто, наоборот, любили и веровали, и молились Господу, они это тепло и этот свет на себя воспринимали и сами становились светлыми, как ангелы. То есть здесь тоже сокрыто такое качество божественной природы, что Он никому не навязывает свою любовь, как любящий Отец не навязывает своим детям свою любовь. Нет, Он просто ее изливает. Он просто любит своих чад. Так и здесь Господь. Просто любит и в этом проявление этой любви. Ну и сам апостол Леон Богослов, его так называют даже апостол любви, он также, живя во Христе, все, что он говорил в своих проповедях в земной своей жизни, он говорил, дети, любите друг друга. И тем будут вас узнавать, что вы ученики Христовы, что между вами будет любовь. Заметьте, ни суд, ни справедливость, ни изречения правды или кого-то там, так сказать, обличения во грехах. Нет, любовь. Вот будете любить, будет любовь между вами. Этим вас будут отличать от всех прочих, что вы ученики Христова. То есть как можно уподобиться солнцу? Только если ты светишься. То есть в данной ситуации светиться можно любовью. Так и здесь вот мы это качество божественной природы должны также в себя обрести. Любовь. Я немножечко раньше вернусь. Мне хочется, чтобы было более понятно людям. Для того, чтобы познать Бога через Господа Иисуса Христа, только это можно сделать, его жизнь описана в Евангелии. И вот Господь говорит себе, я пастырь добрый. Просто, может быть, и люди во многих скорбях, я к чему так вот хочу людей призвать? Потому что у людей масса скорбей. Даже много вопросов задается, например, если существует ад, где же в этом любовь? Почему страдают дети? Можество людей вопросов. Кто-то потерял там, например, супругов. Они тоже грустят. И вот с этой скорбью справиться очень тяжело без Бога. Мне хочется призвать всех, чтобы обратились к Богу. И вот откройте нам, что значит Бог есть любовь. Бывает ли доброта строгой? И для чего страдания нам нужны? Ну, здесь мы можем взять аналогию из семейной жизни. Ведь если родители любят детей, это не значит, что они их не наказывают. Потому что в этом тоже любовь проявляется. Чужих детей мы не наказываем, потому что их будут свои родители воспитывать. А своих детей в строгости мы все-таки воспитываем для чего? Для того, чтобы их обезопасить от предстоящих перед ним испытаний в дальнейшем. Чтобы они стали лучше после того или иного вразумления, того или иного наказания. Мы стремимся им это объяснить, указать на их ошибки и предостеречь от дальнейшего развития в этом направлении. Потому что оно приводит к деградации личности. Так же и Господь. Ну, вот простой пример приведу просто из, так сказать, жизненной практики. Родители рассказывали, что маленькие дети, особенно часто изучая этот мир, видят, что мы вот в розетку вставляем вилочку, там загорается телевизор или холодильник или утюг или еще что-то. И они, копируя неосознанно своих родителей, берут гвоздик или какой-то другой предмет и пытаются изучить розетку, так сказать, изнутри, поковырять в ней вот этим гвоздиком или другим каким-то предметом. Что произойдет? Они просто могут погибнуть от короткого замыкания. Что делают родители в этой ситуации? Они что, улыбаются? Они что, радуются? Они что, там что-то увещевают и как-то там теряют время? Нет, они просто бьют по руке ребенка, потому что здесь промедление, оно грозит смертью просто их любимого чада. Но ребенок это воспримет как наказание. Удар по руке, это все-таки болезненно. И он даже не понимает, что они спасли его от смерти. Потом, через какое-то время, когда он подзрослеет и поймет все эти моменты, связанные с электричеством, прочие моменты, тогда он поймет, какой опасности они его избавили. Но на момент вот этого наказания ребенок будет очень сильно плакать. Его в творческом порыве изучения розеточки с помощью гвоздя его ограничили. И вот нет в этом любви, и все плохо. По поводу... Так же и мы сейчас. Мы же не понимаем, что для нашей жизни в вечности является смертельным, когда мы здесь делаем какие-то неправедные поступки. Мы можем свою душу погубить мгновенно тем или иным грехом. И Господь, предостерегая нас от этой уже духовной, вечной смерти, иногда нас наказывает и ограничивает, чтобы мы сами себе не навредили. Как того ребеночка. Что касается ада, где в этом любовь Божия. Но и ведь ад создан тоже для тех людей, которые не хотят жить со Христом, с Господом. Они хотят жить без Бога. Они этот путь сами выбрали в этом мире. И они отрицают само существование Бога. Отрицают это вопреки всему того, что они видят, слышат и ощущают. Потому что весь этот мир говорит о том, что это удивительно, что в этом мире происходящее и сотворенное. Оно не может ни быть сотворенным, ни произойти само по себе, ни быть содержанием других моментов нашей жизни. То есть все это управляется, сотворено и управляется, и ведется к какой-то цели самим Богом. Всякий, кто это отрицает, он, конечно же, отрицает такую простую истину, что дважды два-четыре. Понимаете? Так же и здесь. Это все ученые с мировым именем, изучающие природу нашего мира, они говорят, что такая стройность законов мироздания, которые мы видим в физике, в химии, в математике, в биологии, в прочих науках, астрономии и каких только нет наук сейчас, изучающих этот мир. Они говорят, что невозможны эти законы, чтобы они появились сами по себе. И мы-то их всего лишь открываем, а они-то были до нас, эти законы, действовали. Кто же их создал? Сами по себе они появиться не могли. Сами по себе не могли сложиться те константы, там, пространство, время, какие-то физические константы, химические константы. Ведь они настолько тонко подогнаны друг к другу, что изменение их там на долю процента разрушается весь мир. Весь мир, Вселенная вся разрушится. Конечно же, ученые глубоко это осознающе понимают, что это был творец, который это все заранее промыслил, заранее создал архитектуру всего этого мира, так сказать, в проекте, а потом это все воплотил в жизни. Поэтому здесь мы и про себя, сегодняшних живущих в этом мире, мы не знаем тот мир духовный, в который мы все призваны, куда мы идем. Мы должны просто доверять промыслителю нашей жизни, Господу. И там, где он нас в чем-то ограничивает или в чем-то наказывает, мы должны задуматься и сказать, да, Господи, как послушные дети, я этого делать не буду. Значит, это мне время. Да, это, наверное, хорошо так рассуждать, когда человек осознает свой грех, когда действительно грешил. Но бывают такие страдания у человека, да, которые не зависят от него, действительно, там, потери близкого человека. Как нам научиться понимать страдания в своей жизни? Любое страдание, оно не случайно. Это первое, что мы должны понять. Если есть Бог, то нет случайности, да. И мы в Евангелии также читаем слова Господа, что волосы на главе вашей сочтены, ни один из них не упадет без воли Божьей. Поэтому любые страдания, или потери близкого, или какие-то другие теснота и скорби вот этого мира, они нам посылаются с какой-то целью. Либо для того, чтобы этих людей, которые мы теряем, которые уходят из этого мира, как нам кажется, раньше того, что нужно, Господь забирает из этого мира, чтобы они не испортились, чтобы они не стали деградировать. Забирает их в том естестве, в котором они достигли высшей точки своего духовного развития. И они это естество сохраняют уже в вечности, потому что забирает Господь их здесь. Ну, как плоды с дерева, яблоки, например. Мы срываем не тогда, когда они уже начинают гнить, а как только они созрели, их сразу снимаем. Потому что дальше они будут уже ухудшать свои качества. Так и здесь. Поэтому если кто-то из родных, близких уходит из этого мира, его Господь призывает. Значит, его время жизни в этом мире закончилось. И ему, этому человеку, намного полезнее покинуть этот мир. Для его души это полезнее, для вечной жизни это полезнее. И здесь вот это эгоистическое чувство, а как же я без него, как же мне, где же тут любовь ко мне. Вы понимаете, что тут рассуждение достаточно эгоистичное. Мы не думаем об этом человеке. А ведь ему-то, что здесь, дальнейшее его существование в этом мире, могло привести к его, ну, самый простой вариант, к скорбям. То есть, если человек, например, болеет, он терпит тяжелейшие мучения по какой-то болезни. Каждый день, каждый год жизни он просто приносит ему болезни все больше и больше. Например, как Авросий Оптинский. Когда братья Оптиной Пустыни узнало, что ему Господь открыл, что он умрет буквально там на днях, и он сказал, попрощался со всей братьей. Они встали на молитву, и этот день прошел, Авросий Оптинский не умер. Они пришли к нему, сказали, отче, с радостью, мы вымолили тебе еще, чтобы ты еще пожил. Ну, что воскликнул Авросий Оптинский? Конечно, они молились по любви к нему, и хотели, чтобы он дольше пожил с ними, чтобы они пользовались его любовью и советами мудрыми, и прочими наставлениями. Но как Авросий Оптинский к этому отнесся, послушайте его слова. Он сказал, что же вы наделали? Каждый день жизни мне приносит такие мучения, которых и вы бы не понесли час. А вы мне вымолили еще год. И он еще год жил после этого молебна, братья все. Страдал, мучился, скорбел. То есть в этом любовь братья к себе видна, а любови братья к Авросию Оптинскому совершенно не видна. То есть они продлили ему мучения. Так же и в случае нашем, если мы теряем кого-то из близких. Надо мыслить не о себе, а надо мыслить о пользе этого человека. И тогда мы увидим, что, оказывается, Господь его любит больше, чем мы. И Господь к нему относится более по-доброму, чем мы к нему относимся эгоистично. По поводу ада, те люди, которые здесь не хотят жить с Богом, там в Царстве Божьем им еще тяжелее будет. Ведь там Господь не скрывает свой облик. Там он в полном, так сказать, славе и в полном своем естестве открыт всем верующим в него. Как же эти люди, которые здесь с ним боролись, здесь его хулили, здесь с ним жить не хотели, не исполняли ничего, как же им-то будет тяжело ходить пред ним. Это для них будет мучение больше, чем в аду. Поэтому было создано место специально Богом для того, чтобы и там они не видели лица Божие. Они не хотят его видеть, не хотят с ним жить. Пожалуйста, для вас это место тоже Господь сотворил. Но там, где нету Божьей любви, там, где нету Божьей жизни, там, конечно же, теснота и сколь. Потому что источник жизни, источник всех благ, источник радости, покоя, мира, счастья – Господь. И если мы его отвергаем, то мы отвергаем вместе с этим все блага. Конечно же, ад – это именно такое место, где человек, отвергающий жизнь, отвергающий радости, покоя и мир, он попадает вот в это место мучений. А как без Бога иначе жить? Только с мучениями. Нету другого источника. Бесы, которые в аду также находятся, также богоборцы, также отвергнувшие Бога. И они там мучаются. Естественно, в подобное попадает к подобному, тянется к подобному. Это не надо забывать в своих размышлениях о любви Божией к роду человеческому. И не забывайте, что Господь все-таки свою любовь проявил в высшей степени. Он еще и пострадал на кресте и был убит, погиб ради нас. Ведь в нем не было никакого греха, и он мог защитить себя одним словом. Как он словом сотворил весь мир, так он словом мог уничтожить всех своих обидчиков. Этих архиереев, этих фарисеев, всех законников, всех тех, кто неправедно его судил, Понтий, Пилат и прочих. Ведь он мог их просто одним дуновением просто отнять от них жизнь. Дух Святой от них отошел бы, и они все тут же попадали бы замертво. Но Господь, любя их, не делал этого. И пошел на страдания, и пролил кровь. Для чего? Для того, чтобы мы этой кровью омылись. Ведь за тысячи лет до пришествия Христова, уже в Ветхом Завете, Господь внушает народу израильскому, что если ты согрешил, то нужна какая-то жертва за твой грех. Просто так грех не прощается. Нужно чем-то его покрыть. В том числе и покаянием. Например, как царь Давид написал в 50-й псалом покаянный. «Помилуй меня, Боже, повелиться и милости Твоей». Ведь это же тоже было не случайно. Это тоже было связано с его грехом, личным царя Давида. И Господь ему простил этот грех по этой молитве. Но также Господь предуготовлял народ израильский к тому, что грех смывается либо водою крещения, например, либо слезами покаяния, либо кровью. И там было постановление, что если люди согрешают, то должны приносить жертву или голубей, или овец, или телят. То есть это для чего было сделано? Только для того, чтобы люди через внешние вот эти вот образы понимали, что если ты согрешаешь, то обязательно что-то прольется. Или слезы, или кровь, или какое-то другое будет обязательно страдание. Поэтому не греши. И в дальнейшем уже той жертвой, которая омыла грехи всего человечества, верующего во Христа, была его кровь на кресте пролитая. И это тоже ведь дело любви к нам, грешникам. Без этого мы бы не спаслись. Да, кроме того, часто встречается так, что люди через вот какие-то страдания приходят к Богу. Потому что, если, например, вот ребенок больной, был бы он, например, здоровый, и он пошел бы там грешить. И о Боге и не вспомнил. А когда человек, например, больной, вот приходит в храм. Да, есть такая фраза, опять же, в Священном Писании. Господь говорит, грешню-ка я жизнь убавлю, праведнюю-ка я жизнь прибавлю. То есть нету конкретного срока нашей жизни. Вот там выделено 70 лет, и все. Или ты вот никуда от этого не денешься. Нет. Можно и 80 лет, можно и 50 лет. То есть как в плюс, так и в минус можно свою жизнь изменить. Чем? Своими делами, своими поступками. И если Господь забирает чадо чье-то в малолетнем возрасте, значит, Господь видит, что дальше он будет только изменяться в худшую сторону. И в конце концов пойдет в ад, и его уже спасти будет невозможно. Так лучше его в чистоте детского возраста, в безгрешном, таком чистом жительстве, забрать из этого мира, чтобы он сохранился в вечности, чтобы он жил в Царстве Небесном, и там ждал своих родителей, там встретились бы и радовались. Нежели дать ему здесь прожить 50, 40, 70 лет, и потом пойти в ад в вечность. Это ли не страшная скорбь для родителей будет, когда они будут видеть свое чадо в аду, мучающиеся в течение всей вечности? Понимаете? То есть лучше на краткий миг здесь с ним расстаться, чтобы потом встретиться в вечности, чем здесь на краткий миг с ним пожить, увидеть, как он здесь деградирует, превращается в грешника и погибает в итоге, и потерять его в вечности. То есть в этом тоже любовь Бога и к этому ребенку. Будь то младенец, будь то отрок или юноша. Много сейчас смертей и молодых людей, и младенчиков. То есть очень тяжело, наверное, когда мы мыслим по-земному, своими человеческими мыслями, ограничиваясь только нашей временной жизнью. Но если задуматься вообще о вечности, что-то ждет впереди, то наша сегодняшняя секунда жизни, она покажется совсем короткой. Мы вот именно в этом и ошибку допускаем в своих размышлениях, рассуждениях о Боге. Мы должны понять, что Господь мыслит не одним днем, а вечностью. И если мы-то думаем, что там, ну вот как завтра буду, как там через месяц, через год. Для Господа этот срок, он просто мизер, настолько мизерный, что даже в рассмотрение не берется. Господь о нас промышляет уже в вечности. Как мы будем жить в вечности? Какими мы будем там? Какие у нас будут там дары, таланты от Бога даденные? Как мы сохраним свое естество, также сотворенное Господом? В какой чистоте, в каких добродетелях? Вот о чем промышляет Господь. А мы думаем, ну вот как он, сегодня вот там сходили там в театр, завтра там съездили на дачу. То есть настолько это мелочно в глазах Божьих, что даже сравнивать это трудно. И здесь мы должны все-таки себе привить также размышления с позиции вечности. Почему Святые Отцы учат нас? Тот, кто думает о смерти, тот, кто думает о вечности, он уже сам себя от грехов отстраняет. Одними этими размышлениями. Поэтому старайтесь все-таки стратегически мыслить, не тактически, как вот, знаете, есть тактика, есть стратегия. Стратегия – это все-таки мы мыслим в будущем. А тактика – это вот всеминутное размышление сегодняшнего дня. Здесь… Это как есть такая притча сравнения, когда сравнивают, да, что Господь вот ткет ковер, а мы смотрим с изнанки. Вот что там с изнанки получается, вот это все некрасиво. А потом, когда вот получается, на самом деле-то… Да, когда видим это все уже, так сказать, лицевую сторону того, что Господь создает, мы поражаемся глубине промысла и красоте создаваемого. Это так. И этот ковер ткется нашей жизнью в нашей душе, что самое удивительное. И мы это не видим. Мы настолько духовно слепы, ну, как, впрочем, и все дети и неразумны, а мы и есть дети Божии, да, и наш возраст, так сказать, телесный, он не отражает нашего возраста духовного. Мы очень часто, будучи там 70-летними, внутри остались 10-12-летними детьми, то есть мы не повзрослели, к сожалению, мыслим категориями вот этими еще детскими, такими пасочками, вот этими песочницами, там, велосипедами и прочим. То есть мелочно мыслим. А Господь-то о нас, как истинный родитель, промышляет все-таки как о взрослых. Вот это надо не забывать. Еще такая есть тоже притча, но я не дословно скажу, вроде как пришел слон такой в поселении к слепым и к маленьким людям. И вот один, значит, за хвост потрогал, другой там за хобот, за ногу потрогали. И у каждого свое представление сложилось о том, что это такое. Хотя на самом деле так и никто не знал, что это вот слон. Да, они собрались вместе и стали обсуждать, кто же это слон-то. Но один сказал, ой, что такое тонкое и гибкое, другой говорит, это только какая-то колонна такая, совершенно колоссальная. Я даже обхватить ее руками не смог. Третий сказал, это сильный, что-то такое гибкий и толстый шланг. И никто не оказался правдой. Четвертый сказал, что это лопух напоминающий, который за ухо слона подержал. Пятый там держащийся за бок. Это, говорит, какая-то шершавая стена была, совершенно непонятная, дышащая. И вот вобрать весь этот объем, даже слона, слепые не смогли. Хотя видели каждый со своей точки зрения, со своей позиции. Вот так и мы смотрим со своих точек зрения. И эти наши точки зрения настолько маленькие, мизерные, что мы не можем охватить всю картину. Это если нас перед каким-то полотном какого-нибудь гениального художника поставить, так сказать, в полметре, мы ничего не увидим. Мы увидим там мазки краски, мы увидим какие-то отдельные эпизоды, там рука, нога, там что-то такое. Но все красоты мы не увидим. Надо отступить от этой картины, чтобы на несколько метров, а может быть и больше, зависит от ее размера, чтобы понять всю грандиозность, так сказать, и масштабы этого полотна знаменитого художника. Вот здесь также Господь своими красками нашу жизнь украшает и пишет картину нашей жизни. А мы вот стоя, так сказать, в сантиметре от нее... Да, даже есть такая картинка, вот в интернете могут люди посмотреть, да. То есть, этот человек вот говорит, я не вижу Господа, а он, получается, прямо перед Господом стоит, а Господь над ним. Да, да. И он говорит, я что-то не вижу. Ничего не вижу. Ничего не вижу, да. К сожалению, это вот наша ошибка человеческой природы. Но Господь, конечно же, Он не только в любви проявляет себя, Он и спаситель мира, и это тоже отдельное его качество, Он спасает нас от... не только невзгод, не избавляя от них, а дая нам возможности, силу с ними бороться и их переживать. Господь также спасает нас и от того лукавого рода падших ангелов, которые бы, если бы не Господь, они бы уничтожили нас, вообще человечество бы исчезло просто, как род. Господь спасает нас и от смерти, потому что Он воскрес, восприняв на Себя перед этим человеческое естество. То есть наше естество взято было на плечи Господа, и с этим человеческим естеством Господь прошел смерть и воскресение. Соответственно, Он, как Адам, только уже обновленный Адам, Он открыл перед нами дорогу к воскресению. Все наше человеческое естество, будучи родственным уже Господу, мы все братья и сестры Его теперь во Христе, Бога. Мы обожествлены. Вот одной смертью и воскресением Христа мы уже призваны к божественному природе естеству. А если мы причащаемся телу и крови Христовой, то мы обожествляемся уже в этой жизни. Сейчас мы уже становимся на какие-то мгновения, потому что после причастия, как показывает, так сказать, практика, удержать эту благодать практически невозможно человеку, но тем не менее это необходимо делать, стараться, мы уже становимся божественной природой, мы становимся богами, как Господь и в Священном Писании говорил, вы призваны быть богами. Это ли не величайшие из даров Божьих? То есть мы уже не по образу только Божию, мы еще и по подобию, мы становимся подобны Богу, естеством, через причастие тела и крови Христовых, мы уже уподобляемся Богу даже своим естеством, не только образом, но и естеством подобным. А если еще и делами становимся, такими же, как Господь, то есть делами любви, делами милосердия, делами прощения и прочего, помощи, спасения других людей, то мы становимся преподобными. То есть в высшей степени подобно уподобляемся Господу. Вот это путь развития человеческого естества. Мы часто читаем каких-то философов, каких-то ученых и прочих, так сказать, деятелей науки и культуры, за многие века говоривших, зачем род человеческий существует, какова цель жизни человека. То есть они, многие, размышляли на эту тему, начиная от древнегреческих философов, Платон, Сократ, Аристотель и прочие, и кончая последними философами, какие-то Кант или еще прочие европейские. То есть каждый говорил, что природа человека призвана к тому-то, вот мы должны делать то-то, то-то. И развитие человека в глазах этих ученых и философов было достаточно мелочным. Это общегуманные цели, это какой-то прогресс каких-то наук, это какое-то устроение какого-то идеального общества. Насколько все это мелочно? С тем призванием, которое Господь нам открыл. Мы должны быть богами, стать богами. Мы должны обожествиться. И вот эти все мелочные, они так и так уже будут в лукошке, понимаете? Они и так будут вместе, если мы достигнем вот этого призвания. Если мы обожествляемся, если мы воспринимаем себя божественной природой, конечно же, и общегуманные цели, естественно, потому что будет любовь. Нам бы не обрисляться, нам бы смириться для начала. Потому что в нашем сознании стать богами, ну, соответственно, с маленькой буквы, для нас это, мне кажется, даже в какую-то гордость можем впасть. Вот нам бы про смирение поговорить бы. Даже в этом словах Божьих, сказанных в Священном Писании, мы умудряемся обрести греховные смыслы. Даже здесь мы вместо того, чтобы поразиться замыслу Божию о человеческом роде и быть благодарными и словословить его за это, и стараться этого достигнуть, и смириться пред волей Божией, прославляя его, мы начинаем гордиться. Нет, мы как боги. То есть мы самодостаточны. Мы самодостаточны. Мы творцы своей судьбы, общеизвестные фразы. Мы цари природы и прочие. И вот эти все фразы, которые, опять же, из общечеловеческих, так сказать, уст философских выходит. Мы начинаем гордость взращивать в этом. А в этом надо взращивать не гордость, а любовь и смирение, и послушание Богу. Потому что, если человек не слушается своего родителя, и учителя, и спасителя Бога, то как же он достигнет того призвания, к которому родитель, учитель и спаситель в нас вкладывают? Если мы не слушаемся учителей в школе... Да, а Господь, как мы видим из Евангелия, Он же сама простота, да? Ведь Он и родился в этот мир, не в царских чертогах, и кто к Нему первый пришли? Пастухи. Вот, в общем-то, Бог-то... Удивительно, да. И вот эти фразы, которые... Ну, во-первых, да, когда только Господь вошел в этот мир через рождение Свое Вифлеемия, через Пресвятую Богородицу, к Нему пришли два всего лишь сословия от всего человечества. Это простецы, пастухи, которые ничего не знали, кроме как пасти овец. И они были первыми, как это ни странно. Первыми пришли простые люди, потому что ангелы им просто пришли и сказали, хотите Бога увидеть? Идите туда и увидите. И они поверили в простоте своей, пошли и увидели. И второе сословие – это мудрецы, это волхвы, которые пришли из Месопотамии, прошли там тысячу километров. И до этого, так сказать, по звездам исчислили, что в этот год, в этот месяц, в этот день должен родиться Христос. И по этим звездам шли. То есть вот такой сложный такой путь. Но надо отметить, что они же ждали Господа. Да, но и пастухи ждали Христа. И эти мудрецы ждали Христа. Но насколько эти пути разнятся? Пастухи просто пасли овец и не задумывались, как, чего. Они знали, что Господь придет и скажет им. Действительно, Он пришел и сказал им, честь ангелов. Они пришли и поклонились. Апостолы, рыбаки. Апостолы, рыбаки. А мудрецы какой сложный путь прошли. Мало того, они же не нашли Вифлеем. Они пришли к Ироду. Они пришли в Иерусалим, спросили. А где тут у вас Господь должен родиться? Где-то мы посчитали по нашим книгам, по нашим расчетам. Должен в этом году, в этом месяце родиться. И звезды нам указали. И им сказали, ну где-то в Вифлееме. И они вот таким сложным путем, но все-таки тоже пришли. А все, что между этими двумя сословиями, между мудрецами и простецами, все, так сказать, серединка, все человечество, никто не пришел. Они все просто выпали. Ну вот, наверное, можно такой вывод сделать, да, что Господу два пути. Либо в смирении, в таком любви, да, либо вот если человек искренне ищет, даже очень умный, с тремя высшими образованиями, да, если он искренне ищет, он все равно придет к Господу. И мы видим это. То есть мы видим и простецов в огромном количестве, пребывающих в сонме святых, угодников Божьих. Это и простые ремесленники, крестьяне там, и какие-то рыбаки, как апостол, например. И кого там только нет из простецов. Но мы также видим там и мудрецов. Если брать наши последние, так вы посмотрите, сколько верующих и богослужащих было из мудрых. Ломоносов, Менделеев, Павлов, Королев и прочие академики веровали и Господу поклонялись. Придя к нему по своим вот размышлениям о природе всего сущего и о том, как все это могло быть создано. Поэтому куда ближе, либо к той, либо к этой, так сказать, череде человеческих сословий надо приблизиться. Не остаться посерединке неверующим, совершенно не интересующимся безразличным человеком. Вот безразличие. Господь так и говорит, если бы ты был холоден или горяч, ты был бы со мной. Но так как ты теплоохладен, то есть равнодушен, я извергаю тебя из уст своих. Вот это надо тоже четко понимать, что мы все-таки должны искать. И опять в Евангелии просто ясно сказано. Ищите, и откроется вам. Стучите, и вам дверь отворят. Просите, и дастся вам. То есть всякий ищущий, просящий и толкущий в дверь, он это обретет. Здесь вот все просто, как видите. Мало того, Господь говорит, будьте как дети. Потому что таковых есть Царство Небесное. Что значит как дети? Ну, конечно же, не детское неразумие или не детская капризность здесь подразумевается. Наоборот, детская простота, искренность, послушание, не злобе и добросердече. Ведь, посмотрите, если мы видим, там мама или папа наказывает ребенка, он что, обижается на полгода, с ним потом не разговаривает с родителями? Да нет, он буквально там через минуты, через 10-15 минут, он уже забыл о всем. И уже по-прежнему папочка, мамочка и любят. То есть у него вообще это быстро, мгновенно исчезает за любовью, превалирующую любовью к своим родителям. Вот в этом, конечно же, дети учат взрослых. И опять же, в этом премудрость Божия, Господь так сотворил семейный уклад, что родители, взрослые учат детей чему-то, а дети учат родителей. И сколько открытий родители делают, глядя на детей. Открытий именно в сфере внутреннего жительства, потому что ребенок до определенного возраста, что он открыт, то есть он ничего не скрывает. Радуется всему, да. Никакими мыслями не занят. Это вот мы, взрослые, все усложняем. Нет лицемерия, нету какого-то второго дна, нету каких-то интриг внутри. Говорит одно, делает другое. Нет этого ничего. Ребенок поначалу открыт. Пока его не заразили. Мы же страстями, не показали ему мы же пример отрицательного поведения, он же ведь в простоте живет. У нас есть звонок, послушаем. Послушаем. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Батюшка, вот у меня такой вопрос. Почему Иисус Христос во время Тайной Вечери омыл ученикам только ноги? Почему именно этой части тела человека придается особое значение? Спасибо за вопрос. Он такой евангельский вопрос. Но на самом деле ответ скрывается в повествовании этого, так сказать, момента, когда на Тайной Вечери Господь подошел, он омывал по очереди всем апостолам, подошел к апостолу Петру и сказал, что ему омыть ноги. Он подошел с этим желанием. Апостол Петр сказал ему, Господи, мне ли ты будешь ноги омывать? Я не достойный этого и не дал ему ноги. Что ему Господь ответил? Если ты не дашь омыть тебе ноги, то не будешь иметь части со мною. То есть ты не будешь вместе со мной в Царстве Небесном. Ты не спасешься. А почему именно ноги, а вот не руки, например? И дальше апостол Петр говорит, Господи, если это так все серьезно, тогда и голову, и всего меня омой. И Господь ему говорит, что достаточно очистившимся, омывшимся, крещением омыть только ноги. Все остальное в них чисто. Почему? Потому что здесь образ того, что соприкасается с этим миром. Ведь весь человек, он же не как змея ползает на чреве своем по земле, по грязи. Он прикасается к грязи только ногами, только совершает как бы такие мелкие духовные нарушения, которые не оскверняют всего его, а лишь частично марают его ноги. И эти ноги-то и достаточно мыть тем же покаянием, исповеданием и причастием. То есть меньше соприкосновений с вот этим земным миром. С земным миром только ногами мы соприкасаемся. То есть в прямом образе Господь здесь показал, что чем мы с землей соприкасаемся? Ногами. Вот их только достаточно мыть. А в духовном? А в духовном, там, где мы соприкасаемся с миром, там и надо исповедоваться. Потому что и чем больше мы с ним соприкасаемся, своей душой, духом, тем больше мы мараемся. То есть мы не должны ползать, как тот самый змей, проклятый Господом, на чреве. То есть мы не должны полностью в этот мир впадать и в нем вживаться. Мы все равно из него будем исторгнуты Божьей силой и все равно мы его оставим. У нас не очень много времени осталось, где-то 2-3 минуты. Хотелось бы, чтобы немножко сказали о празднике Сретения Господня, который у нас уже будет в эту пятницу. Ну вот эта передача у нас как раз, так сказать, можно сказать, подготовительная. Мы к Сретению. Мы проговорили сейчас о чем? Как познать Божественную природу и как к ней приблизиться. И вот был Симеон, призванный для встречи именно Бога-младенца за 300 лет до его пришествия в этот мир, Господа Иисуса Христа, до его рождения. Господь ему сказал, что ты не умрешь, пока не увидишь совершенного здесь вот пришествия Христова. А почему так? Он переписывал Библию, переводил ее на греческий язык в числе 70 других толковников, переводчиков. И когда он наткнулся на фразу, что Дева Вачеве приимет, родит сына, он подумал, как может Дева родить. Он решил Деву, так сказать, стереть, а вписать жена, женщину. И тут ей руку остановил ангел, сказал, не изменяй ничего в этом тексте, и ты не умрешь, пока не увидишь сбывшегося. И вот с этого момента он еще 300 лет жил. И уже ветхим старцем он еще жил при храме Соломона. Каждый день приходил ко входу в храм и ждал, когда же придет обещанный Мессия. И он, Симеон Богоприимец, он как раз первым перед входом в храм встретил Богородицу с Богом Младенцем. И вот эта встреча его и празднуется на встрече. Какой для нас это урок? Для нас урок здесь очень простой. Во-первых, мы не должны сомневаться во всех словах Божественного Писания. Все, что Господь нам говорит, все истина. Во-вторых, мы должны всю свою жизнь ждать встречи с Господом уже не просто, так сказать, духовно, а лицом к лицу. Мы все, как Симеон воспринял его на руки, мы все пред Богом предстанем на суде. После своей кончины мы все будем, так сказать, принимать Бога в гости к себе. И каковыми мы будем при этой встрече, зависит от нашей жизни. Вот эти два урока мы должны вынести из этого. Да, и знаменательно, что встречи, и в том числе Анна Пророчица, все произошли в храме. И все это только в храме. Без храма встреча с Богом невозможна. Ну что же, благодарим Вас, отец Мини, что Вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо, Господи. До свидания. До свидания. На сегодня все. До свидания.